Восемь вечера, пора вам наконец узнать главные новости этого дня. Я Алексей Лихман, начинаем подробности. Цена золотого Романчука. Какой залог внёс зам Николаевского губернатора, чтобы выйти из СИЗО? Мандатный конкурс. Сколько сотен претендуют на семь парламентских кресел? Конец терпению. Почему бойцы АТО перекрыли Житомирскую трассу? Громко задержали, потихоньку освободили. Несколько часов назад из СИЗО вышел бывший первый замгубернатора Николаевской области. Вышел под залог 5,5 миллионов гривен. Я напомню это громкое дело. Николая Романчука задержали в начале июня за крупную взятку. 90 тысяч гривен он требовал от предпринимателей за разработку известнякового карьера. Сейчас с нами на связи из Одессы мой коллега Андрей Анастасов. Давайте узнаем у него подробности. Андрей, я тебя приветствую. Скажи, пожалуйста, кто внёс эти деньги? Не маленькие, кстати. Кто забрал чиновника из следственного изолятора? Что тебе удалось узнать? Алексей, здравствуй. Да, действительно, Николай Романчук уже на свободе. Расскажу, как это произошло. Итак, по данным военной прокуратуры, вчера в апелляционном суде Одесской области адвокаты Романчука пытались оспорить решение суда первой инстанции, то есть Приморского райсуда. Напомню, две недели назад вердикт был такой. Содержание под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога 5,5 миллионов гривен. Судя по всему, адвокаты пытались снизить сумму этого залога, но не получилось. Проиграли. Сегодня, как нам стало известно, сторона защиту внесла эти деньги на соответствующий бюджетный рахунок. И поэтому на сегодняшний день подозренный Романчук находится под заставой. Из СИЗО Николай Романчук вышел сегодня примерно в 4 часа дня. Забирал его на машине сын Денис, который, собственно, и внес залог. Каким образом семья насобирала такую сумму, неизвестно. Сам Романчук, напомню, говорил, что у него таких денег нет, но в то же время подчеркивал, что у него есть друзья. К слову, военная прокуратура теперь будет выяснять происхождение этих денег. Если мы свидетельствуем, что эти деньги принадлежат самоподозренному, будем решать вопрос о ареште этого война. Это будут гласные, негласные заходы. Согласно условиям выхода под залог, Николай Романчук теперь должен находиться по месту своей постоянной регистрации, то есть в городе Николаеве. Кроме того, должен являться к следователю или прокурору по первому вызову, а также сдать на хранение свой загранпаспорт, чтобы у него не было возможности покинуть территорию Украины. Алексей. Ну, увидел ли Романчука родной город, мы прямо сейчас и узнаем. Тебе спасибо, Андрей, за работу. Это был Андрей Анастасов из Одессы. А вот доехал ли Романчук до родного Николаева, узнаем у Кирилла Ющишина. Кирилл, я тебя приветствую. Я не ошибаюсь, ты возле того дома Романчука, из которого ведут туннели, нашпигованные долларами и драгоценностями, да? Так что, появился Романчук или нет, проверить все свои схроны. Добрый вечер, Алексей. И известно, что бывший чиновник покинул следственный изолятор в Одессе на иномарке «Лексус» черного цвета. Мы сейчас находимся как раз, как вы говорите, возле дома Романчука. После того, как его отпустили под залог, по идее, Романчук должен был вернуться именно сюда. Но, скорее всего, здесь никого нет. Во всяком случае, дверь нам никто не открыл. Это именно тот дом, о котором вы говорите, где сотрудники СБУ сразу после задержания Романчука проводили обыски. И, напомню, нашли там под ним целую сеть туннелей, а в них сейф с золотыми слитками, драгоценностями и антиквариатом, а также чемоданы с деньгами. Впрочем, это не единственное место, куда мог направиться бывший замгубернатора. По информации журналистов, у него в Николаеве пять квартир и три дома еще в собственности семьи. Напомню, Романчук вместе с четырьмя подельниками поймали на горячем во время получения взятки в 90 тысяч долларов. Вместе с Романчуком по делу проходит помощник, водитель, помощник главы Николаевского облсовета и заместитель главы Еланинской райгосадминистрации. По делу Романчука, Романчука и главу Еланинского района, замглавы Еланинского района задержали на взятки и им обоим выбрали меру пресечения содержания под стражей. Но Романчука сегодня освободили. Получается, за решеткой остается только один участник коррупционной схемы из ранее пяти задержанных. Студия. Да и то вопрос надолго ли, как и вопрос увидим ли теперь Романчука в Украине. Будем следить за этой историей вместе с тобой. Кирилл, спасибо за работу. Это был Кирилл Ющишин из Николаева. Еще двое подозреваемых, но уже в другом резонансном деле, сегодня тоже вышли из Лукьяновского СИЗО. Правда, пока непонятно, на волю ли они вышли. Давайте узнаем все подробности у Татьяны Винниковой. Таня, я тебя приветствую. Расскажи, пожалуйста, все нам, о ком речь, что за дело и о какой сумме залога в этот раз идет речь. Да, Алексей, сегодня возле Лукьяновского СИЗО больше шести часов ожидали Олега Рябошапку и Валерия Постного. Они подозреваемые в так называемом газовом деле. Напомню, эта скандальная история началась, когда директор НАБУ Артем Сытник и антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий обвинили нардепа Александра Онищенко в организации преступной группировки, которая якобы занималась продажей природного газа по Укргаздобыче по заниженной стоимости. И в итоге нанесла убытки государству почти на 3 миллиарда гривен. По этому делу осудили десятерых. Каждому из них дали по два месяца СИЗО или внесение залога на общую сумму почти в миллиард. Сегодня адвокаты Валерия Постного рассказали, за него внесли залог в полтора миллиона гривен и он должен был выйти. В итоге шестичасового ожидания он все-таки вышел. Вышел и Рябошапка, его адвокатов, правда, мы не увидели, но раз вышел, то, очевидно, за него тоже внесли залог в полтора миллиона. И вот посмотрите, как это было. Простите адвокатов, ваши адвокаты, вы не знаете, вы не знаете, вы не знаете. А что это за правовые свавили? Нас возьмете? Ребята, можно с вами? Мне нужно оказать правую помощь. Ну мы с вами туда. Ну все, едем за ними. Едем за ними. Как это так? Адвокатов к Валерию Постному так и не пустили. Не оказали им медицинскую помощь. По словам защитников Постного, ему еще вчера стало плохо, высокое давление. Но врачей к нему так и не допустили. Просто посадили в автобус НАБУ. Никакой информации о предъявлении нового обвинения не было. По устным каким-то высказываниям сказали, что все мы предъявим, как требует того закон. Составление протокола о задержании, предъявление подозрения, никаких законных процедур соблюдено не было. Действительно, чтобы содержать Постного, ну и очевидно Рябошапку и дальше под стражей, в НАБУ должны предъявить им новые обвинения. Причем еще до конца сегодняшнего дня. Адвокаты Постного сейчас выясняют ситуацию, в НАБУ пока ничего не комментируют. И это, Алексей, все, что известно на данный момент. Ну не так уж и мало известно. Ты хорошо поработала. Спасибо, Таня. Это была Татьяна Винникова из подлукьяновского СИЗО. Другой ВИП-обвиняемый, нардеп Александр Онищенко, подал в Печерский райсуд иск о защите чести и деловой репутации против НАБУ и ГПУ. В том числе нардеп хочет призвать к ответу руководителя антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, который на одном из брифингов назвал Онищенко организатором преступной схемы. Парламентарий считает эту информацию недостоверной и требует ее опровержения. Но все эти участившиеся случаи обвинений народных депутатов абсолютно не пугают выстроившихся в очередь за властью. Кто в Кабмин перешел, кто губернатором стал. Но из-за карьерных миграций Верховная Рада сейчас недосчитывает 7 нардепов. Для нынешнего парламента это много. Если учесть, что под куполом то и дело провальное голосование. Да избирать депутатов будут уже 17 июля, но уже сейчас в Центр-Избиркоме ужаснулись количеству зарегистрированных кандидатов. Сколько желающих попасть в парламент уже насчитали. И чем вызвана такая активность, разбиралась Екатерина Лысенко. Такого потока желающих попасть в парламент в Центр-Избиркоме давно не видели. 376 кандидатов всего-то в 7 округах. Ажиотажа нет только в Волынской области. Там зарегистрировались 19 кандидатов и в Ивано-Франковской 27. В остальных же регионах просто бум желающих получить депутатский мандат. Днепропетровская область 61 претендент, Луганская 107, Полтавская 47 кандидатов, Херсонская 30, Черниговская 75. В комитете избирателей говорят, это на 300% больше, чем в предыдущие годы. На 27 округе, это в Днепре, в 6 раз больше кандидатов. На 151 округе, это в Полтавской области, в 5 раз больше кандидатов. Есть такие области, в которых зарегистрированы двойники. Для чего это все делается? Конечно, для размывания электрического ресурса. Для того, чтобы меньше выборцев проголосовали за, например, какого-то фаворита. Кроме того, почему много кандидатов? Певная засвидка кандидатов. Технических кандидатов порядка 70%, говорят эксперты. Их цель одна – делегировать своих членов в состав избиркомов. Сами же кандидаты могут покинуть компанию, снявшись с регистрации. С другой стороны, такой фейерверк претендентов может изрядно запутать избирателя. Пойди, найди своего среди полусотни фамилий. И хотя выборы всего в семи округах, но и по ним можно будет судить о политических настроениях избирателей, как в Восточной, так и Западной, и Центральной Украине, говорят политологи. Для больших политических сил эти выборы – это прелюдия до очередных, достроковых парламентских выборов. И поэтому мы видим очень хорошее противостояние. Если влада, условно говоря, програет эти выборы, и даже програет, и говорится не только про оппозиционный блок, говорится, перед всем, про колледжных членов коалиции – «Батьковщина», «Самопомощь», «Радикальная партия Ляшка». Безумовно, парламент станет на крок ближе до достроковых парламентских выборов. Тиск на парламентскую коалицию вырос, что касается до достроковых парламентских выборов. Мы видим общую характеристику по всем семи округам, что чаще мы будем видеть кандидатов от власти, единый кандидат от власти. Не важно, это самовыдвиженец, или это представитель БПП, или Народного фронта, но представитель коалиции. И именно на этих кандидатах очень сильно большую ставку делает власть, потому что все, по возможности, 7 кандидатов – это те голоса резервные, которые катастрофически нужны сейчас коалиции, чтобы укрепить ее. Потому что сейчас, по факту, нету 226 голосов у действующей коалиции. Благо, уверяют эксперты, больше кандидатов уже не будет. Процесс регистрации завершен. Ну а кому из списка быть в парламенте, станет ясно уже после 17 июля. Правда, у компании будет еще одна особенность – низкая явка из-за сезона отпусков. Екатерина Лысенко, Иван Ермаков. Подробности – телеканал «Интер». Отменить решение правительства Яйцунюка о реорганизации Госфининспекции требует нардеп Сергей Каплин. Сегодня в окружном админсуде Киева состоялось последнее заседание в этом деле. Далее Фемида все обстоятельства рассмотрит в письменном производстве, и уже через месяц ожидается вердикт. Я напомню, в октябре прошлого года Кабмин расформировал Госфининспекцию. Произошло это после того, как ее руководитель Николай Гордиенко заявил о многомиллиардных хищениях из госбюджета правительством Яйцунюка. В Верховной Раде тогда даже создали специальную рабочую группу, но дальше дело не пошло. Гордиенко уволили, а после того, как через суды он восстановился в должности, оказалось, что такой инспекции уже нет. Вместо нее создана аудиторская служба. Никаких дополнительных функций, практически, кроме аудитора, которые будут дублюваться с Рахунковой Палатой, нет. Будут только вытрачены дополнительные деньги. И самое главное, что будет освободена половина работников Госфининспекции. Кабмин министров на чоли за Яйцунюком принимает решение скоротить армию в несколько разов, которая воюет против коррупционеров. Самое это было сделано после уменьшения выдатков на 70% финансирования Госфининспекции. А когда мы выиграли все суды, они поняли, что он возвращается на свою посаду и начнет новую хвилю борьбы против коррупционного режима мафии Яйцунюка, они просто переименовали этот орган. Президенты Петр Порошенко и Барак Обама встретятся на саммите НАТО, который пройдет 8 и 9 июля в Варшаве. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы Виктория Нуланд. Сегодня она с рабочим визитом в Киеве встретилась со спикером Верховной Рады Андреем Порубием. Одна из тем, которые обсуждали парламентской судебной реформы. Порубий заверил, до конца этой сессии Верховная Рада поставит точку в вопросах судоустройства. По его словам, принятие законопроектов, необходимых для сотрудничества с МВФ, первоочередные задачи. Также Порубий поблагодарил Нуланд за помощь Вашингтона в предоставлении нелетального оружия и выразил надежду, что вскоре Украина получит и летальное. Он напомнил Нуланд, что в последнее время на Донбассе возобновились боевые действия. Кстати, вопрос соблюдения минских соглашений уже завтра Виктория Нуланд собирается обсудить с представителями российского правительства. После встреч в Киеве у нее запланирован рабочий визит в Москву. Еще один важный месседж от заокеанских чиновников прозвучал сегодня. Соединенные Штаты Америки будут расширять двусторонние отношения с Украиной и защищать ее суверенитет. Мария Иванович, она в скором времени станет послом США в нашей стране, выступила в американском конгрессе. Как она оценила украинские реформы и чего Киеву ждать от нового посланника Вашингтона, об этом наш собственный корреспондент США Тихон Зятко. Мария Иванович выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США. И по сути это стало ее первым публичным выступлением после того, как чуть больше месяца назад было объявлено именно о нас смене Джеффри Паэта в американском посольстве в Киеве. Иванович произнесла вступительную речь, а затем довольно долго отвечала на вопросы сенаторов о ситуации внутри Украины и ее противостоянии с Россией. Я с нетерпением жду приезда в Киев, если мои полномочия подтвердят. Я хочу продолжить помогать украинцам реализовать их мечту. За последние два года у них в реформах больше прогресса, чем в предыдущие 23. Но Украине еще очень многого нужно добиться. Среди того, что необходимо делать в первую очередь, по словам Иванович, борьба с коррупцией, выполнение программы МВФ и искоренение контроля олигархов над политикой и бизнесом. Иванович известна как дипломат принципиально, и из ее выступления можно было сделать вывод. Позицию США в отношении действий России она, как посол, будет отстаивать четко. Россия и сепаратисты продолжают разогревать конфликт. Они должны прекратить это. Мы дальше будем поддерживать усилия нормандского формата и контактной группы в Минске. В Москве знают, отменять санкции не будем, пока Россия не выполнит Минские соглашения. Кстати, что касается Крыма, то и в этом вопросе позиция однозначна. США не признают аннексию полуострова, а санкции, связанные с Крымом в отношении России, останутся в силе, пока Украина не вернет контроль над своей территорией. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Громкий допрос по делу Ил-76. Напомню, речь идет о самолете с 49-ю украинскими бойцами на борту. Два года назад его сбили боевики на Луганском аэродроме. Показания по делу сегодня давал непосредственный очевидец трагедии. Один из пилотов, а также особо ценный свидетель, начальник генштаба Вооруженных сил Украины. На скамье подсудимых генерал Виктор Назаров обвиняется в служебной халатности. Он руководил штабом АТО 14 июня 2014, когда произошла трагедия. Во время посадки в Луганском аэропорту боевики ракеты сбили военный Ил-76. 40 бойцов и 9 членов экипажа погибли. Родные уверены, Назаров знал об опасности, у него были разведданные, но вылет не отменил. В ту ночь на посадку в Луганск один за другим заходили три самолета воинской части, которые командовал Дмитрий Мымриков. Он же управлял первым бортом, которому повезло проскочить. Говорит, в штабе АТО не могли не знать о том, что аэропорт окружен боевиками. Мы уже непосредственно до этого были обстреляны там, когда выполняли полеты, привозили с собой дырки, скажем так, и стрелкового вооружения, легкого стрелкового вооружения. Что непосредственно было доведено негайно до командования. Из штаба АТО о вероятности использования боевиками ракетно-зенитных комплексов сообщений не было, но летчики сами решили подстраховаться. Никто нам не доводит, но мы сами приняли решение, что мы установили все необходимые средства на самолет. Это тепловые ловушки, депольные отражатели. Тепловая ловушка на Ил-76 сработала и нейтрализовала первую ракету, но вторая попала в цель. Видя, как горит сбитый Ил, Мымриков, как командир части, экстренно развернул третий борт. Назаров подчеркивает, приказы на вылет не давал и непосредственного отношения к операции не имел. Но следующим по скайпу из Печерского суда Киева показания дает руководитель генштаба. Впрочем, кто давал приказ на вылет и проигнорировал разведданные СБУ о засаде, из этих показаний не ясно. Обвиняемый тоже молчит. Информация имоверна, разведданные имовернее. Вот если имовернее дань, как военный человек должен эти данные оценивать. Родственники возмущены. После трагедии Назаров по-прежнему занимает высокий пост и даже поощрен за прилежную службу орденом Богдана Хмельницкого. Адвокат потерпевших советует им набраться терпения. Я думаю, это очень важный допрос. И он как бы сможет пролить какую-то истину на то, что происходило. Следующее заседание по ИЛУ закрыто. Его назначили на конец июля. Будут изучать засекреченные документы. Наталья Греченко, Евгений Куденцов. Подробности телеканал Интер Днепропетровская область. 27 раненых и больных бойцов из зоны АТО поступили за последние три дня в Харьковский военный госпиталь. Как сообщили волонтеры, один из них с контузией находится в тяжелом состоянии. Он прооперирован еще двое сейчас в палате интенсивной терапии. В основном у поступивших ранения рук и ног. Сегодня вечером в госпиталь на вертолете должны были привезти еще двоих тяжелораненых. По словам волонтеров, они полностью обеспечены лекарствами. Однако госпиталь остро нуждается в кондиционерах. В палатах у раненых сейчас очень жарко. Не утихают вражеские обстрелы под Донецком. В основном боевики бьют из минометов «Василек» 82-го калибра. В районе Абдеевки ночью применили и ствольную артиллерию. Ирина Баглай продолжит. Аккуратно железка простреливается, поэтому пригинаемся и бежим быстро. Пока мы, пригибаясь, передвигаемся по краю, противник в полный рост укрепляется. Обустраивает? Да. Вчера четыре человека там стояло. Днем враги укрепляют позиции, ночью подтягивают орудия. По звуку военные насчитали четыре танка, которые выдвинулись из «Спартака», укрепрайона наемников под Донецком, к шахте. Близко было, очень близко заходили. К нашим позициям переместились поближе. Мы уже готовятся этой ночью идти. Танки не стреляли. По всей видимости, предполагают военные, запас боеприпасов поистощился. Новых подвозов не было, и эта ночь выдалась относительно спокойной. Был обстрел с минометом с двух позиций. Метры были при сильном огне по шахте Бутки, выпустили около 20 мин. Огонь боевики корректируют с воздуха. Перед любой артовстрелом у них летают беспилотники, смотрят где что как. После чего начинаются точные удары, причем сейчас прицельные. Почему вы не сбиваете беспилотники? Уже запрещено нам стрелять. И даже по беспилотникам? С автомата по беспилотнику стрелять это бесполезно. А пока тихо, армейцы собирают урожай неразорвавшихся вражеских снарядов. Это не машины наездили, это все разрывы. 120, 122. Есть сюрпризы, к нам прилетают. Ну и здесь очень много. Каждая, буквально пятая, не разрывается. Настораживающая тишина. Военные еще к ней не могут привыкнуть, потому что во время последнего обстрела боевики вели огонь с такой интенсивностью, что превратили это железобетонное здание в кружево. Огневые позиции тяжелых орудий у боевиков в Донецком аэропорту. Там батарея осталась, как была, так она осталась. Так танки были там, так они не ловили все. Танк-неприятель срочно подтянул и к ясеноватской развязке, но ударить из него по промзоне не смогли. Каждый вражеский обстрел вносит коррективы в действия украинских военных. На одном месте долго не задержишься. Но есть и то, что не меняется на крайнем рубеже. Вопреки всем обстрелам, над позицией все-таки развивается флаг Украины. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. СБУ выдворила из Украины российского полковника Владимира Чебана с запретом въезда в страну на 5 лет. Чебан начальник штаба представительства России в совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня. Украинские правоохранители уличили его в передаче боевикам так называемой ДНР, маршрутов и графиков полетов беспилотников ОБСЕ. С помощью этой информации боевики могли скрывать от международных представителей свои позиции, тяжелое вооружение или, например, технику. Отошники на пути водителей. Одна из центральных магистралей страны. Дорога Киев-Чоп сегодня с утра оказалась парализована. Бойцы из Житомирской области, вернувшиеся с передовой, снова воюют, но уже в тылу, с житомирским кадастром. Елена Механик видела все и всех. Трасса Киев-Чоп, пригород Житомира. Попали и вовремя. Движение машин заблокировано в обе стороны. Полиция через громкоговоритель и с заранее распечатанным текстом пытается пояснить, чем чревата такая акция. Но пешеходный переход в считанные минуты заполоняют бойцы АТО, волонтеры, общественники. Мы пока ни в дневой колонии пропускаем. Цена вопроса – земля для атошников, гарантированная по закону, но не в реальности. Обещанные наделы, по словам бойцов, в житомирском кадастре им выделяют либо на болотах или свалках, либо вообще не дают. У нас уже полтора месяца в ДЭШ-кадастре нету начальника, никто никакие заявления и документы не подписывает. То есть работа практически стоит. Стоит и трасса. Водители поначалу нервничают, но только до тех пор, пока не узнают, что же заставило пикетчиков пойти на крайние меры. С ума сойти с этим перекрытием? Не знаю, с чем потом? Без понятия. Это атошники перекрыли? А атошники перекрыли? Не дают, да. Тогда поддерживаете? Атошников, да, конечно. Готово, наверное, на неделю постоять, и две, но просто завтра я буду в такой ситуации, буду такие вещи делать. Пропускают только скорые и тех, кому минута простой обходится слишком дорого. Это мороз, солярка. Разрешили мне проехать, потому что нам миллион чем-то тысяч товаров. А где ваша машина? Покажите. Мы едем на похорон моего брата, он загинал на войне. Его где-то мают привезти в село. Машина Светланы выбирается из затора. Остальные выстраиваются в длинную пробку. Разрулить ситуацию съезжаются местные силовики. Здесь и глава СБУ области, и главный полицейский, он сам атошник, дает понять, своих в беде не бросает. По вопросу выделения земли для участников АТО, это святое, поэтому я только с вами за это. В Житомирском госкадастре за последний год сменилось 8 начальников, почитали бойцы. Некоторых атошники ловили за руку, когда те раздавали участки кому угодно, но только не им. Губернатор объясняет беспредел в кадастре из-за самой житомирской земли. По словам губернатора, новый ИО начальника кадастра приступит к работе со дня на день, но атошники об этом впервые слышат. Это была предупредительная акция на то, чтобы навести порядок в житомирском кадастре. Атошники дали неделю, время пошло. Елена Механик, Геннадий Аникенко, подробности телеканал Интер. И это не все подробности дня. Вот что узнаете из второй части выпуска. Тым Львова, киевлянам сладок. В столицу потянулись караваны мусора из западной Украины. Гривней по активистам. Подробности скандального судебного противостояния между застройщиком и недовольными жильцами. Справиться с бедствием. В Закарпатье подсчитывают ущерб, нанесенный стихией. Президент, премьер и председатель Верховной Рады почтили память погибших украинцев во время Второй мировой войны. Петр Порошенко, Владимир Гройсман и Андрей Поруби возложили цветы к могиле неизвестного солдата в Киевском парке славы. На церемонию пригласили ветеранов Второй мировой и участников АТО. Память погибших почтили минутой молчания. Напомню, сегодня в Украине день памяти и скорби. 75 лет назад в этот день гитлеровские войска вторглись на территорию СССР. Льготы ветеранам Второй мировой войны необходимо сохранить. С таким заявлением выступил лидер оппозиционного блока Юрий Бойко во время возложения цветов к столичному мемориалу вечной славы. Он уверен, нельзя забывать памятный и скорбный день 22 июня 1941 года. Особенно в то время, когда продолжается вооруженный конфликт на Донбассе. По словам нардепа, важно сохранить моральную и материальную поддержку тех немногих ветеранов, которые сейчас находятся среди нас. И мы всегда должны помнить об этой страшной дате и отдавать память тем, кто преодолел, кто победил в этой войне, кто выжил, кто потом отстроил нашу страну. Мы будем отстаивать то, чтобы льготы, которые были у ветеранов, ни в коем случае не были снижены, к чему сейчас пытается сегодняшняя власть сэкономить. Это считаем безнравственно, и поэтому позиция наша была, есть и будет. Эти льготы тем немногим, кто еще остался в живых, ветеранам они должны остаться. Мы здесь стоим на поддержке ветеранов, на отстаивании этих позиций, что это великая победа, она была завоевана всем народом, и мы не позволим ее преуменьшать. Под Киевом сегодня хоронили останки бойцов Второй мировой. 75 лет они пролежали в лесах, и только на прошлой неделе прах солдат обнаружили на месте так называемого Киевского котла, в котором в 41-м погибли более 100 тысяч людей. Рассказывает Даниил Снисер. Во время Второй мировой Павел Иванович в составе Советской армии прошел от Воронежа до Австрийского Граца. На прошлой неделе ему исполнилось 94. В военные годы герой вспоминается слезами, тогда в боях погиб его родной брат. Погибли 6 миллионов людей, в том числе и моего брата. Мы пока уничтожили, в 100 раз превышающий пенсионал немецкую армию. Благодаря всем национальностям, которые провели патриотизм, и шли на прямые столкновения, на видимую смерть. Сегодня Павел Иванович вместе со всей Украиной вспоминает погибших. Свою жизнь за родину в период с 1939 по 1945 отдали миллионы советских солдат. Масштабная оборона Киева продолжалась с июля по сентябрь 41-го года. В историю она вошла как одна из самых кровавых операций той войны. Тогда под Киевом погибли или были взяты в плен более 700 тысяч солдат. Тела бойцов ищут до сих пор. Недавно активисты обнаружили останки 20 военных, павших в этом киевском котле. Бойцы и командиры 37-й и 5-й армии. Они это люди, которые обороняли Киев, пока не поступил приказ об отступлении. Они прорывались здесь из окружения, вот этих вот лесах. Каждый боец был найден в своей ячейке, где застигла его смерть. Идентифицировать останки, найденные в лесах под Барышевкой, пока не удалось. Бойцы не имели при себе никаких опознавательных знаков. К сожалению, медальонов найдено не было. Была найдена одна кружка с подписью. Надеемся, что эксперты вытянут это имя. И тогда есть шанс бойцу дать уже имя и найти его родственников. По словам активистов, поиски более эффективны, пока живы свидетели военных лет. Однако с каждым годом их становится все меньше. Поэтому поисковые операции ведут беспрерывно. Зимой работа в архивах с картами растаяла, появилась возможность выехать в поля, в леса. Люди с металлоискателями, со щупами исследуют территорию. Есть люди, которые видели, будучи детьми, где были погибшие солдаты. Как бы тоже это все дело выясняется. Эти 20 героев нашли свой покой на аллее памяти возле села Борщов. А ветераны говорят, окончательно война закончится, только когда со всеми почестями похоронят последнего участника Второй мировой. Даниил Снисор, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. А в Одессе сегодня, в день трагической даты, ветераны вместе с родными и неравнодушными горожанами возложили цветы к памятнику неизвестному матросу на аллее славы. Ветераны и дети войны делились своими воспоминаниями, а военные в память о погибших во время Второй мировой торжественно отсалютовали выстрелами в воздух. Дань погибшим солдатам отдали и политики. В четыре часа утра началась война, объявили нам войну. Но мы, как дети, не было 13 лет. У меня квартира была на катакомбе. И вот под столом мы сделали такую лазейку, поставили стол сверху. Мы там прятали 32 человека. Само завдяки перемозе в Великой Ветчизненной войне, в Другой Световой войне, Украина заклала подвалы власной независимости. Дуже важно памятать саме эту историю, не переписывать эту историю. Я считаю, что нет никакого противоречия. Мы много лет ходили на святкувание Дня Перемоги, на восстановление всех памятных дат, таких, как сегодня. А немецкие парламентарии просят Бундестаг признать бывших советских военнопленных жертвами нацизма. Татьяна Лагунова подробнее. Признать бывших советских военнопленных жертвами нацизма просят коллег-депутаты Бундестага. С такой инициативой выступила партия «Зеленые». Ее представители направили письмо председателю парламента с предложением рассмотреть этот вопрос уже в ближайшее время. Депутатское письмо попало не только в почтовый ящик председателя Бундестага, но и в прессу. И сегодня многие немецкие СМИ его цитируют. Авторы написали, идут годы и будет стыдно и грустно, если Бундестаг продолжит отказываться признавать несправедливость в отношении бывших советских военнопленных, которые, как и другие жертвы нацизмского режима, были лишены прав, подвергались пыткам и издевательствам. Депутаты просят вынести этот вопрос на рассмотрение парламента как можно скорее. Ответа от главы Бундестага пока нет, но не исключено, что такое голосование состоится. Ведь ранее, год назад, немецкий парламент уже принял решение выплатить единоразовые компенсации бывшим советским военнопленным в размере 2500 евро. На денежное возмещение могут претендовать только сами бывшие военнопленные, либо их доверенные лица, но не наследники. Для этого они должны подать документы в федеральное ведомство централизованных служб и нерешенных имущественных споров. Необходимый пакет заявления, заполненная анкета и копии документов, подтверждающие пребывание в немецком плену. Крайний срок подачи документов – сентябрь 2017 года. Сегодня же в Бундестаге состоялось специальное заседание, посвященное дню нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Немецкие политики почтили память жертв, говорили о вине и ответственности, а также о необходимости сохранить мир в Европе. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». Неожиданное затишье на Мариупольском направлении. За сутки боевики ни разу не применяли тяжелое вооружение. Но украинские военные уже готовятся к новому обострению. Почему, расскажет наш военкор Александр Пантелеймонов. Постреливают из артиллерии и минометы. Как бы такое крупное, ну крупным реже. В основном постараются подствольниками, пулеметами работать. Но вот со вчера с той стороны ни единого выстрела вражеской артиллерии не прозвучало. Военные шутят. Наверное, у пушек боевиков стволы расплавились. Жара в поле стоит невыносимая. Даже в тени температура достигает 40 градусов. Летом тяжелее. Жарко, кошмар. Во всем обмундировании вот это вот ходишь-то. И плечи отпадают в этом бронике. Зимой, но зимой холодно, а летом жарко. Ну что ж, такова судьба. Надо же защищать свою Украину. Командиры предостерегают. Вражеские пушки пока молчат. Но это только затишье перед бурей. На той стороне как раз проходит ротация. Именно сейчас под Павлополь заходят кадровые российские военные. Я знаю, что стоит девятая, точнее девятый полк морской пехоты. Первый? Да. И в принципе, ну по боевому воздействию разницы почти никакой. Чуть-чуть усилилось. И все. К дальнейшему поддержанию режима тишины в своем стиле агрессор готовится на совесть. Разведка докладывает, на ту сторону целыми грузовиками завозят мощные гаубичные боеприпасы. Попередняя, за информацией, тиждень тому зашло 12 фур с боеприпасами 152 миллиметра. И подраздели, которые зашли, имеют с собой УБК, ВИД 120 и нищим. Когда именно этот смертоносный груз прилетит на наши позиции, неизвестно. Но до сих пор агрессор стрелял так активно, что боеприпасов ему едва хватало до прибытия очередного конвоя с оружием. Александр Пантелеймонов, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности. Телеканал Интер. Только что на сайте НАБУ появился комментарий по сегодняшней ситуации с Валерием Постным и Олегом Рябошапко. Я напомню, ближе к вечеру их выпустили из Лукьяновского СИЗО. За них даже внесли залог. В общем, 2,5 миллиона гривен. Выпустили и, как оказывается, тут же сотрудники антикоррупционного бюро увезли их в автобусе. Как поясняют в НАБУ, Постному и Рябошапко снова вынесли обвинение. Теперь уже по статье 208. Это незаконное открытие для использования за пределами Украины валютных счетов. После проведения следственных действий их снова вернут в СИЗО. Пока это вся информация, по которой мы владеем. В Киеве, в Днепровском районе, заминировали машину таксиста. Утром водитель заметил, что из-под колеса торчат странные провода. Мужчина сразу отправился на СТО и там оказалось, что к стойке переднего колеса прикрепили гранату РГД-5. Она могла сдетонировать в любой момент. Прибывшие взрывотехники обезвредили гранату, сообщили в полиции. Уже начали досудебное расследование. Открыто уголовное производство по статье «Попытка умышленного убийства». В Николаеве спасатели закончили тушение масштабного пожара на стихийной свалке возле городского кладбища. Возгорание произошло накануне поздно вечером. Пламя охватило площадь около 2000 квадратных метров. Только к утру пожарным удалось ликвидировать очаги возгорания, а отлеющий мусор в течение всего дня разгребали бульдозером и заливали водой. Пожар едва не привел к экологической катастрофе. Ведь на свалке много пластмассы, которая при сгорании выделяет токсичные вещества. В настоящий момент, как утверждают спасатели, угрозы повторного возгорания нет. Золотые львовские отходы. Мусор везут в Киев за 600 километров. Кто и сколько заплатит за его перевозку и утилизацию в столице? Все выясняли наши корреспонденты. Городские власти Львова организовали на базе автотранспортного предприятия перевалочный мусорный пункт. Сюда свозят городские отходы, чтобы затем перенаправить их в столицу. У входа охрана. Ничего не было. Тут было, а то уже давно было, я говорю, что автотранспортное. То уже не было. После долгих уговоров на все же пускают на территорию. В нескольких сотнях метров от входа огражденная площадка. Но там совершенно пусто. Сегодня здесь не приняли ни одного мусоровоза. Между тем в мэрии утверждают, сюда свозят треть всего мусора из Львова. А это почти 220 тонн за день. На вопрос, а где же отходы, чиновники объясняют. Мол, уже отправили в Киев. Там никакого складывания не имеешь. Там действительно стоят машины 22 тонны, на которые перевантаживают сметки. Эта работа проводится в вечере, проводится в ночной период времени. Столичные коммунальщики подтвердили. Уже принимают отходы из Львова. И говорят, мусоросжигающий завод «Энергия» легко примет и переработает хоть втрое больше. По состоянию на сегодняшнее утро было принято 513 тонн. То есть это за прошедшие 4 дня мы видим, что это 125 тонн в сутки. Это меньше наших возможностей. На сжигании львовского мусора киевский завод не только ничего не потеряет, но еще и заработает по 10 тысяч гривен в день. Деньги заплатят из городской казны Львова. Кроме денег на утилизацию, львовская мэрия оплатит еще и транспортировку мусора на расстояние почти в 600 километрах. Но это еще не все. Нужны средства на охрану Грибовицкого мусорного полигона. Мэрии считают, что причиной пожара был поджог. Как сообщил начальник отдела коммунального хозяйства Сергей Цало, необходимо, чтобы с 7 вечера до 8 утра возле свалки дежурил полицейский патруль. На внедорожники. Это обойдется городскому бюджету еще в 150 тысяч гривен в месяц. В целом на все эти мероприятия до августа потратят 25 миллионов гривен. А вот никакой информации о том, договорился ли мэр Садовы об инвестициях в строительство мусора сжигающего завода, пока нет. Галина Якушко, Татьяна Винникова, Ольга Рыцарь, Юрий Голубинка. Подробности телеканал Интер Львов. Ударить гривней по активистам. В столице застройщик решил проучить жителей многоэтажки, восставших против строительства магазина по соседству. Через суд бизнесмен потребовал от несогласных выплатить ему 140 тысяч моральной компенсации. Подробнее о скандале Елена Митясова. Вот оно яблоко раздора, клочок земли возле столичной 16-ти этажки. Застройщик хочет, чтобы здесь был магазин стройматериалов, а жители свободная придомовая территория. Как раз посередине этого участка проходит магистральная теплотрасса. Две трубы, самые сотки, которые снабжают теплом чуть не всю Троещину. И этот Киселитин собирался прямо на трубах магистральных будивать четырехповый магазин. Людине на все наплевать. Местные жители не раз вызывали милицию. То ночью сюда технику хотели завезти, то посреди тротуара блоки выгрузили. И теперь самые инициативные на скамье подсудимых. Застройщик требует от них 140 тысяч гривен компенсации. Бизнесмена Юрия Киселитина в суде нет. Его интересы представляет адвокат. Но, как оказалось, по делу тот и двух слов связать не может. Не опытен еще студент. Продолжать заседание судья не стал. Слушания перенесли на конец июля. Люди тем временем сдаваться не собираются. Говорят, собирают информацию из всех источников. И уже выяснили, землю застройщик получил бытность мэром Александра Мельченко обманным путем. Поэтому он ввел в ОМАН службы, которые выдавали этот кадастр. Мы попытались связаться с самим застройщиком, но информации о Юрии Киселицыне нигде нет. Ни разу не видели его местные жители. А представитель Киселицына в суде, некая Анна Яровая, на телефонные звонки не отвечает. Елена Митясова, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер. В Закарпатье объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня. Из-за ливня с градом, который накануне обрушился на область. Больше всего пострадали виноградовские и хусские районы. Там повреждено 7 тысяч домов. В основном град побил крыши. Подсчитывают убытки и фермеры. Уничтожены посевы кукурузы. Видимо, не будет урожая винограда и фруктов. Точной суммы пока не называют. Спецкомиссии обходят дома, выясняют размеры ущерба. А некоторым местным жителям даже пришлось обращаться за помощью в больницы. Когда началась буря, люди работали в поле. Град был настолько крупным, что травмировал их. Чтобы справиться с последствиями непогоды, губернатор Геннадий Маскаль уже обратился за помощью в Киев. Но к еще большим трагедиям привели проливные дожди на юго-западе Японии. Как минимум 6 человек погибли и двое пропали без вести из-за наводнений и оползней, вызванных ливнями. Сотням тысяч жителей власти рекомендуют эвакуироваться с острова Кюсю. И уже эвакуированы жители почти тысячи домов США в пригородах Лос-Анджелеса. Лесные пожары, которые неожиданно начались там в понедельник, распространились уже на территорию более чем 30 квадратных километров. На месте работают сотни пожарных, но остановить огонь сложно из-за сильного ветра и низкой влажности воздуха. Финальный отчет. Уже завтра британцы пойдут на участки голосовать за будущее страны. Сторонников и противников выхода Британии из Евросоюза примерно равное количество. И предугадать исход референдума просто невозможно. За подготовкой к главному событию года следит Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Возле британского парламента уже занят каждый свободный уголок. К референдуму в Соединенном Королевстве приковано внимание не только местных и европейских СМИ. Вся мировая пресса здесь. Ведь результаты завтрашнего волеизъявления могут изменить ход истории. У сторонников и противников выхода Британии из ЕС осталось несколько часов, чтобы склонить людей на свою сторону. Самые сильные аргументы оба лагеря озвучили во время масштабных теледебатов. 6 тысяч человек в зале и схватка тяжеловесов на сцене. По разные стороны баррикад бывший и нынешний мэр Лондона Борис Джонсон и Садик Хан обсуждали экономику, мигрантов и суверенитет страны в случае Брэдзита. Лозунг – это не детальный план. Мы спрашиваем, какой у вас план. Одна из причин, почему наша страна стоит пятой в списке богатейших государств – это потому, что в Европейском Союзе наша роль усиливается. Мы присутствуем за столом и формируем правила. Они говорят, что у нас нет другого выхода, как преклониться перед Брюсселем. Мы же заявляем, что они сильно недооценивают нашу страну и ее способности. Если мы проголосуем за выход и вернем себе контроль, я верю, что этот четверг может стать днем независимости нашей страны. Судя по бурным овациям, после заключительного слова победителем из дебатов вышел любимчик лондонцев Борис Джонсон. В своих пламенных речах он призывает к вере в родную страну. Оппоненты же пугают неизвестностью и рисками в случае выхода. Теперь слово за британцами. Опросы показывают, что молодежь в основном будет голосовать за то, чтобы остаться в ЕС, как и люди с высшим образованием. Старшие поколения и необразованные за выход. Кстати, это не первый референдум в Британии по выходу из Европы. В 1975-м британцы уже решали будущее своей страны. Вопрос стоял точно так же. Думаете ли вы, что Британии стоит остаться в Европе? Только тогда речь шла о предшественнике Евросоюза, Европейском экономическом сообществе. Его еще называли общим рынком. Инициатором голосования было правительство лейбористов, а главным адвокатом Европы выступала Маргарет Тэтчер. В то время она только возглавила оппозиционную консервативную партию. И оказалась в лагере победителей. 67% тогда высказались за то, чтобы остаться. И всего 33% поддержали выход. Повторится ли история завтра? Или же круто изменит свой ход? Узнаем уже утром в пятницу. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала Интер. И сегодня же глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, Брюссель не будет пересматривать условия членства Великобритании в ЕС после референдума Брекзит. Каким бы ни был исход плебисцита, Брюссель намерен настаивать на своем. Выход, значит выход, сказал Юнкер. Напомню, еще до объявления даты референдума премьер Дэвид Кэмерон провел переговоры с Брюсселем, после которых заявил, что ему удалось достигнуть компромисса, который предоставляет Британии особый статус в рамках этого блока. Почему Криштиану Роналду утопил микрофон журналиста на Евро во Франции? И за что уволили Оракула турнира? Каалу Оби-Оби. Посмотрите в нашем обзоре. У звезды футбола Криштиана Роналда сдали нервы. На Евро во Франции португалец выхватил микрофон у журналиста и швырнул в озеро. Дело было в Лионе, а корреспондент просто поинтересовался, готов ли Роналда к решающему матчу группового турнира против сборной Венгрии. Журналисты предполагают Криштиана Зол, потому что не забил еще ни одного гола на чемпионате. На футбольном турнире другого континента Кубки Америки курьезное падение обернулось сложным переломом. Игроку сборной Аргентины помешал рекламный щит. Эзекиэль Лавеси так тянулся за мячом, что не заметил ограждения и рухнул за пределы поля. В итоге сломал локоть. Прямо с матча футболиста отвезли в больницу. Оби-Оби уволена. Коалу зоопарка Лейпцига отстранили от обязанностей штатного Оракула Евро. Сумчатое животное не угадало ни одного результата матчей сборной Германии. В частности, промахнулось с итогом поединка немцев против Украины. Наши проиграли, а Коала предсказывала ничью. По точности прогнозов, Оби-Оби даже не приблизилась к покойному осьминогу Паулю, легендарному Оракулу чемпионата мира 2010. Ресторана в Японии у достоинного звезд Мишлен отравились. Люди отведали блюда высокой японской кухни, полакомились морским ежом и кальмарами. В итоге боли в желудке и расстройства. После такого мишленовский ресторан закрыли. Самый дешевый ужин в заведении стоил около 80 евро. 93 человека погибли от ударов молнии на востоке Индии. Только в штате Бихар мощные разряды нанесли смертельные увечья полсотни индийцев. Прогнозы метеорологов неутешительны. Грозы будут бушевать еще несколько дней. Местные власти пообещали родственникам каждого погибшего около 6 тысяч долларов компенсации. Потоп в подземке Вашингтона из-за ливней завело станцию метро Кливленд Парк. Настоящие водопады образовались на ступеньках на входе в метро и эскалаторах. Ушли под воду перроны. Еще недолгое время станция работала и пассажиры успели заснять эти кадры. Позже Кливленд Парк все-таки закрыли. А вот в метро Нью-Йорка один из пассажиров устроил стриптиз прямо в вагоне метро. Видимо представление тщательно спланировал. Нацепил бабочку и вертелся у вертикального поручня, как у пилона. В итоге разделся до стрингов. Пассажиры, а их этот перформанс явно застал врасплох, снимали выступления на смартфоны. Ну вот вы узнали не только самое главное, но и самое интересное новости этого дня. Спасибо, что смотрели подробности. Завтра увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok